Здравствуйте дорогие зрители моего канала. Сегодня у нас на разблокировку Mi Max 2 с оболочкой MIUI 11 будем обходить блокировку по Mi аккаунту. Итак, для начала нам надо разобрать телефон, снять заднюю крышку, чтобы добраться до тест-поинтов. Процесс разборки есть в интернете. Вот, я уже разобрал телефон. Отключаем батарейку, отгибаем шлейф аккумулятора. Вот, нам нужно будет замыкать вот эти два тест-поинта. Для разблокировки нам понадобится прошивка на базе оболочки MIUI 10, ссылка будет в описании. Скачиваем прошивку, распаковываем ее. Итак, прошивку мы распаковали, нам надо немножко подредактировать сценарий нашей прошивки. Так, первым делом нам надо отредактировать FlashAllBat. В конце документа вставляем в одну строчку, сохраняем. Так как блокировка по Mi аккаунту и Google аккаунту находится в разделе Persist, а этот раздел по умолчанию не прошивается, нам надо подредактировать файлик сценария прошивки, и еще нам надо подредактировать файлик RAW Program 0. Нажимаем Ctrl F, пишем слово Persist, нажимаем Далее. Вот здесь в кавычках дописываем Persist.img. Сохраняем, закрываем. Также нам понадобится патченный Mi Flash. Указываем путь к прошивке. Снизу ставим клинол. Берем Type-C кабель, подключаем сначала к телефону, затем пинцетом зажимаем тест-поинты, держим их и подключаем кабель к компьютеру. В Mi Flash нажимаем кнопочку Refresh и нажимаем Flash. Итак, телефон прошился. Подключаем шлейф аккумулятора обратно. Включаем телефон. Первая загрузка длится примерно минут пять. Итак, телефон загрузился. Проходим первоначальную настройку. Здесь очень важно не подключаться к интернету. Обязательно отключайте автоматическое обновление. Заодно можно отключить персональное объявление. Меньше реклама будет показывать вам. Итак, теперь нам надо включить отладку по USB. Заходим в настройки о телефоне. Тапаем восемь раз по строчке версия MIUI. Так, теперь заходим в расширенные настройки для разработчиков. Отладка по USB. Включаем. Окей. На компьютере запускаем WDM Tool. Можно закрыть браузер. Подключаем телефон к компьютеру. Разрешаем отладку. Протягиваем шторку сверху. Зарядку через USB меняем на передачу данных. Нажимаем Unlock Mi Account. Недостаток этого способа в том, что время от времени у вас будет выскакивать вот такая табличка. Второй недостаток. Нельзя сбрасывать и обновлять прошивку. И третий недостаток. Нельзя использовать Mi Account для синхронизации.